Продолжение следует... Милые дамы, помните, если блузку не застегивают на три верхних пуговицы, то лицо можно не красить совсем. Деньги портят мужчину, поэтому рядом с ним всегда должна быть женщина для снятия порчи. У кролика так долго не было крольчихи, что в лесу его стали бояться даже волки. На день рождения кто-то принес семечки. До выпивки дело так и не дошло. Надпись на асфальте «Я люблю твою жену» возбудила всю девятиэтажку. Провели ночь вдвоем, я и Комар, он пел, я хлопал. Мужчину поймали за незаконную вырубку леса и приговорили к пяти годам законной вырубки леса. Сегодня жена примерила весь свой летний гардероб. Налезли только бусы и то на руку. Яная учительница биологии целый урок рассказывала, какие пестики козлы. Женское откровение. Мой муж пришел с работы, я открыл дверь в черном шелковом белье, сексуальных чулках и маске. Он посмотрел на меня и сказал, есть что пожрать Бэтмен. Решил заняться бегом, пробежал полкилометра, обратно приехал на такси. На отдыхе в Сочи девушка мечтала поплавать с дельфинами, но получалось только с армянами. Пасечник понял, что жена нашла заначку, когда увидел жену с опухшим лицом, но в новом платье. В магазине ковров. Покупатель, дайте мне один ковер. Продавец, а что вы такой мрачный? Будете в него в труб заворачивать? Покупатель, два ковра. Женщина, как граната, безопасна пока с кольцом. А мужчина, как танк, куда пушка смотрит, туда и башня едет. Разговор, зря ты отказываешься, пельмени-то вкусные. Ну, пельмени-то, может, и вкусные, но нормальные люди берут с собой в кино попкорн. Совет женщинам. Единственный способ не жрать после шести, сожрать все до шести. Ну и последнее. Как в медицинский кабинет, так только в бахилах. А как вызываешь врача на дом, так в грязных ботинках по ковру и руки не моют. А как в медицинском кабинет, так и в медицинском кабинет, так и в медицинском кабинет. Продолжение следует...